Откуда мошенники узнают номер вашего телефона? Самый распространенный вариант просто методом подбора. Звонят всем, как по адресной книге, что называется. И кто клюнет, начнет с ними общаться, того и обрабатывают. Но есть и более экзотические варианты. Даркнет – теневой сегмент интернета. Продажа и покупка различных баз данных – один из самых популярных лотов в Даркнете. Второе – это взломы, когда сливают конкретные базы данных конкретных пользователей. Банка, ВК, недавно WhatsApp этим прославился. Нередки случаи, когда хакеры специально взламывают базы данных интернет-магазинов и других площадок. Отели или такси. Часто люди сами делятся номерами своих карт или даже публикуют их фотографии в соцсетях и мессенджерах. Киберпреступники без особых проблем в таком случае взламывают аккаунты этих людей и собирают данные в свои собственные базы, чтобы затем их выгодно продать. Еще очень популярный метод – это фишинговые, то есть поддельные сайты. Мы часто вводим свои имена, номера телефонов, реквизиты карт на страницах фальшивых конкурсов, лотерей, опросов, на сайтах-двойняках, настоящих финансовых организаций и интернет-магазинах. Особенно это учащается в дни каникул и праздников, а также по так называемым «черным пятницам». Вы что-то очень искали в интернете, какой-то нужный вам товар, стиральную машину определенной марки, и именно в «черную пятницу» вам предлагают этот товар, эту машину стиральную с 50% скидкой. Остается только заполнить все свои данные, а оплатить как раз и не получится. Слава богу, вы просто в этот момент отдали все свои данные мошенникам. Еще очень популярны звонки из службы безопасности соответствующего банка. Вам звонит бот, говорит, что на вашем счете есть какая-то подозрительная активность. Если вы хотите в этом разобраться, нажмите «1», не хотите – «0». Вы нажимаете «1» и попадаете, как вам кажется, к оператору банка, а на самом деле – к мошенникам. Ну а далее у вас узнают все ваши данные. Для этого этих мошенников специально обучают, как, с каким психотипом разговаривать, чтобы побыстрее получить нужную ему информацию. Ну а что же нужно делать, чтобы все-таки не стать жертвой? Помимо того, чтобы меньше публиковать свои данные, светить их в соцсетях и так далее. Первое. Проверьте свой номер в телефоне в приложении Сбербанк Онлайн. Зачититься от утечки можно, если вы нигде не будете регистрироваться и указывать свои данные. Но вряд ли, естественно, это возможно в нашей жизни. Поэтому обычный пользователь никак не может противодействовать утечке данных о себе из какого-либо ресурса. Лучше исходить из предположения, что ваши данные уже утекли, поэтому стоит время от времени проверять аккаунты на присутствии в базе данных злоумышленников. Проверить электронную почту и номер телефона можно в приложении Сбербанк Онлайн в разделе «Безопасность» или «Страхование и защита». Регулярная проверка поможет держать данные под контролем. Приложение покажет, числится ли ваш телефон в мошеннических базах, откуда произошла утечка и, в крайнем случае, посоветует сменить пароль. Что касается паролей, очень важно не использовать одни и те же пароли для всех аккаунтов. Они должны быть абсолютно, подчеркиваю, абсолютно разные, а не отличаться на одну буковку или на одну цифру, в начале или в конце. Регулярно меняйте пароли, оптимально раз в квартал, то есть каждые три месяца. Обращайте внимание на приложение, которое установлено в вашем смартфоне. Не всем приложениям следует доверять и разрешать доступ к данным, хранящимся на нем. Соответственно, те приложения, которые вы не ставили, надо вообще вычищать и удалять. А те приложения, которыми вы пользуетесь, очень избирательно давайте доступ к данным. Они об этом каждый раз при регистрации спрашивают, давать ли доступ или нет. Ну и один из самых лучших способов защиты – это использование двухфакторной аутентификации. Чтобы авторизоваться, кроме логина и пароля, нужно еще ввести код из смс или письма, которые приходят на ваш телефон или на вашу электронную почту. Это работает. Очень важно не раскрывать личную и конфиденциальную информацию, если вам звонят с неизвестных номеров. И даже если представляются сотрудниками правоохранительных органов. Вы должны потребовать от них повестку. И только когда вы ее получите, вот тогда придете в этот кабинет, к этому оперативному сотруднику или дознавателю-следователю, и все расскажете с глазу на глаз. Ничего не говорите по телефону. Это очень важно. Больше полезной информации в моем телеграм-канале.